Да я не знаю, как хотите. Ну вот так. Значит, сегодня у меня разговор был с типографией. В прошлом году осенью я говорил, когда с ними, то на тысячу экземпляров один том издать нужно было 346 тысяч. Запомни, ты вообще 346. А сейчас я говорю, ну-ка, вы знаете, что там есть. Может быть, мне тираж уменьшить надо на 100 экземпляров. Не тысячу, а 100. Получается, каждая книжка полторы тысячи только издательства. Я говорю, а что это у вас так 4 раза за лето повысилось? А вот это разное, там все у них повысили, а мы же за ними идем. В ущерб себе не будем. Пластины все покупать надо. Я разобрал, кто у них там с этими заведует. Ну, какая-то оцифровка там идет. Ну, на клише, короче. И пошел к нему в город. Познакомился. Ну, завтра они между собой будут говорить. Может, маленько что-то скостят. Я говорю, к осени подготовьтесь. У меня книги-то готовы, только фотовыводы надо сделать. А они были, их надо поискать где-то. Нет, это не издать. Нет, это бесполезно. Это только где-то кто-то нашелся бы миллионер, ну, тогда бы вопрос другой. Я же для подарков это делаю-то. Даже 100. О, а чем меньше тираж, тем дороже один экземпляр. Тем дороже. Миллионеров-то полно. Не знают люди, куда деньги девать. А на книжке жалко отдавать. Ну, да. А мне охота. У нас, по крайней мере, много, очень много богатых людей. Ну, вот есть они и для нас. Ну, люди как-то живут вот накопительством. Вот этим, как говорится, находят в этом какой-то отдушину. Именно накопительством. Вот. И они смотрят на свои электронные счета, вот на эти нули, которые прибавляются. И этим утешаются. Да какое утешение он. Началось какая-то заваруха, и все отняли. Да еще и убьют. Я сегодня посмотрел у меня в друзьях один из Турции. Турок. Я говорю, ты в Анкаре-то узнай, примут нас там или нет в столице Турции. А то они рассердятся еще. Ну, дал знать, в Азербайджане были. А чем вы лучше Азербайджана-то? Ну, пока ответа нет. Я по Турции тоже могу узнать. У меня там тоже есть знакомые. Да это мы заезжать не будем. Нам надо проскочить ее, и все. Мы в Грецию встречаемся, переезжаем в Италии. В Италии особых встреч как будто нет. Одна там была где-то, засохла, и не видать. Вот. Ну, помыкаемся маленько. У меня охота к папам попасть. Подарить им подарок. Думаю, удастся. А во Франции приглашают. Она говорит, у нас священник. Но он, говорит, француз по-русски-то не понимает. Я говорю, а ты-то для чего? Ты переводить будешь. Ну, она-то решили собрать и русских. А мне интересно в Англии сейчас. Сегодня получил вопрос. Отдельно первое. На первом месте встреча со священниками в Англии. Отдельное. Я говорю, у меня так не принято, чтобы отдельно священники. Люди-то другие. Чем они хуже? Им тоже послушать охота. Но я гость ваш. Командовать не буду. Гость-мужчинник. Что подадут, то и ешь. Говорят, а как с собакой-то будете? Где? Когда там? Я говорю, где? Я сплю с ней в салоне. А днем-то? Днем один из нас может быть с ней. А то мы, говорит, в гостинице номер снимем, чтобы собака была где. В гостинице номер. Они не знают, что делают. В гостинице я даже днем-то не зайду туда. Я на улице ночую, у нас машина. Где-нибудь притулимся, да и все. Ну, а вот чего? Вот такое вот чувство смущает что-то, да? Вот люди, когда приглашают, допустим, почему отказываете? Не могу. Как это я... Ну, это должно как-то формулироваться, не могу вот это. Ну, не могу, это не мой стиль. Я не могу. Я-то все понимают. Ребята идут, ночуют в комнате, а я остаюсь. И в Грузии были, везде. Они отдыхают. В Азербайджане, где были. А я из салона не вылаживаю, я с собакой. Нет, ну, я тоже это понимаю, а люди вот многие не понимают. Ну, а мне еще не понимают, да не понимают, проглотят. Я же ничего не отнимаю, никому не мешаю, в тягость никому. Ему какое дело, да? Не мешаю, люди обижаются, на людях обиды остаются. Ну, на что обижаться-то? Обижаться не на что. Я сытый, обутый, обдетый, сухой. У меня все целое, подозрений никаких нет. А они обижаются. То есть, нашли причину. Обижаются, я машину отгоню в сторонку подальше, чтобы они меня не видели. Это что все-таки такое гостеприимство? Тоже у них в крови есть. И, как говорится, гостя... Гостя встретить его, как говорится, проводить по чину. Не надо ни встречать, ни провожать. Мне встреча нужна. Людей соберите, я говорю, с людьми. А это даже не вспомянется там. У нас все есть с собой. Ну, были там, где в Азербайджане, там арбузы. Арбуз был. Христос же давал даже такое вот назначение им, что с собой ничего не берите в дорогу, потому что вас будут встречать и будут обеспечивать всем. Мы с собой все возьмем, и картошки, и крупы. Мы остановились где-то были, где-то были, в Болгарии. И там на остановке Макдональдс. Мы прижались так, нас и не видать ниоткуда. А с собой-то маленькая плитка, и плитка эта с баллончиками. Мы тут же все сготовили, поели, собаку покормили. Я говорил, а там прибежал мальчишка. Ну, молоденький, совсем лет 15. Здесь нельзя. Ну, мы еще говорим, нельзя. Можно, говорим. Вот никому не мешаем. Он только ушел, а мы все пустые банки по 5 литров собрали. Куча целая банок-то. И туда. Как они там забегали? Да угодить стараются. Да молоденькие девчонки там в этом. Ну, как забегаловка, это Макдональдс. А мальчишка тут уже не появляется. Они, наоборот, нас снабдили всем необходимым. Ну, а почему вот, почему скудную такую пищу берете с собой? Сил много тратите, надо и пищу такую богатую. Достаточно до нас. Мы дорогой едем, у нас с собой разные орешки там есть. Давайте, ребята, пожуем, пожуем. То бывает курага, курага, то сушеный виноград. У нас пищу. Такой белок нужен обязательно. Ну, то орехи грецкие. С собой бывает наберут сушки там. Это у нас вместо обеда вода есть. Припиваемую. Да, орехи удаляют голод. Хорошо, я по себе не знаю. Конечно, у нас еще эти орехи, кедровые зернышки. А то бывают семечки, одни зернышки. Ну, нынче, не знаю, наверное, не будет. Нет, мы хорошо питаемся. А когда мы где-то выезжаем, там рыбы купят ребята. Уху сварим. У меня решетка и с собой листик, называется противень. Я накрываю ему, печеную картошку сделаю. А мало того, берем с собой сливок, нам Игорь Барабаш даст. Мы довезем и тому хозяев спрячем. Мы полтора месяца сливками еще питались. Надо мной смеялись. Я свой пай собаке отдавал. Он приехал, ураган, блестит аж весь. Сережа пришел, а он дал с собой два мешка этих, галушек я называю, собачий корм. Специально продается в магазинах там. А я его сэкономил, раза в четыре меньше скормил. Я его с сухарями, с супом, сливок даю ему. Мы с ним так подружились, он от меня уходить не хочет. Сережа его вущит, другой раз и ударит там. А я за него заступаюсь. Ну так нельзя тоже. Я с матушкой смотрел, как вы этого кота-то белого своего моете. И точно так же, как вы на этого. Я говорю, смотри, так же, как и ты называешь дядю Володю. А она тоже нашего вот папа-мама. Дядя Володя. Мы ничего не скрываем. Люди спрашивают, мы говорим, смотри. Это не воровано. Не хочешь, не смотри. Да смотрят, десятки людей заходят. Не то, что заходят, а ждут. Так ждут. Мы показываем, какая наша жизнь. Вот у меня голуби, я показываю, как заболела, как ветеринар приходит. Вот как голубь, загоняю его в комнату, он идет. Я голубь, летающий за ней, как он ее любит-то. Люди-то никогда не видели. Я выставил снимки в Потеряевке, как теленок рождается, как у него появляется копытца. А Игорь там привязывает веревочкой, тянет. Наконец, голова появляется, вывалился, она его лижет. А женщина, в первый раз видим, как рожает корова. Ну, мы это и снимками не видел даже. Людям интересно, почему тут ничего греховного нету. Почему не показать-то? Вот у нас был концерт, хороший, плохой, а он. Ну, такие, как есть за столом, какая беседа, люди какие. Мы даже дорогой едем, мы дорогой снимаем что-то. А вот встречи-то, если будут там, ну, как намечается. Мы хорошие ролики привезем. Очень хорошие. Ролики будут вообще, это будет суперфинал какой-то будет. Ну да, тем более, это не в одном месте, люди разные. И они настороженные по этим попы-то. Но это все уходит. У меня снимки такие, сидят священники. И пришли они специально под меня подыскивать. Интересно. Уловить, что мы нарушаем где-то канон. А когда нигде ничего не нашлось, я им ответил. И сидим все трое, смеемся, все говорят. А у батюшек тоже бывают веселые минуты. Ну, а почему нет-то? Они прям аж откинулся, хохочет сидит. И там я был в Берсеневке, где говорю слово у отца Кирилла Сахарова-то. И там у него старший стоит, рот зажал и смеется. Ну, значит, смешно я сказал. Что удивляться-то? Я же, если бы старый обрядец был, как они понимают, этого бы не было. Надулся и все. У нас свободная, открытая жизнь. Хватает и юмора, и строгости, и слез. Смеяться, чтобы грохотать. Га-га-га. Такого не одобряется. Нет, ну радость. Господь сказал, радуйтесь. А радость всегда подразумевает улыбку. Да. Радость благоразумная, тихая радость. Это Писание об этом говорит. Смех сурово осуждается. Горе смеющимся ныне. Смеющимся, то есть грохотящим называется. Га-га-га. А праведнику, говорит, свойственно кротко улыбнуться. А нечестивые смехи обнажают зубы. Давно было уже известно. Вот так. Если Господь-то благословит, и мы вернемся. Мы тут с вами сразу начнем обработку делать. В октябре. Люди уже сегодня спрашивают, предвкушают. Ну да. Ко мне сегодня заходит один кришнаит. Какой-то руководящий роли ведет. Я у вас в друзьях был, а вы меня почему-то убрали. Хари Кришна. Думаю, Хари ты Кришна. Хари. Да. Иисус Христос. Это слуга у Кришны. Еще ему говорит. Черный список занести. Ну он такой и есть. Поврежденный умом. Я ничего не отвечаю. Он пройдет месяц, он опять залазит ко мне. Я бы мог его занести в черный список. Но он ни другой пакости-то не делает. Ну да. Пока не делает пакости, пускай будет. Он заходит, что-то смотрит. Меня в другой раз упрекают. А почему вы его допускаете? Ну а почему нет-то? Мы же не знаем, когда Господь пробьет источник воды. Если он заходит в сомнения, значит, какие-то ложат его сомнения. Мы не знаем, когда Господь коснется сердца человеческого. А вы знаете ключик. Ничего я не знаю. Я сто раз говорю. Не знаю. Просто я внутри себя чувствую потребность сказать об этом. Я сказал. Конечно, свидетельство какое. Вот я был сегодня. Да до меня идеология не касается. Это вот дорого. Это то другое. Это такие деньги. Правильно, большие деньги. Из сто экземпляров, да, это никто не будет. Это такая цена. Золотая книга у вас будет. Ну а больше, значит, не хватает. Я бы меньше тысячи-то я не сдавал ни разу. Ну еще есть, то есть. Ну еще, сейчас осталось меньше двухнедельным быть. Я привез, и ты в холодильник две банки поставил. Для Сергея Козлова, березовки. А вы законсервировали под крышку их, да? А нет, она маленько подкиснет, никакой ничего нет. Тебе если еще чуть-чуть соды можешь пустить, ее качество никуда не удаляется. Батюшка дал со своих берез. Вот, он посадил березки, они уже выросли. У меня сегодня ночь такая радостная была, что вот через Турцию-то у нас открылось. Это мне прям забота была. Я смотрю, кто как шел, где какие остановки, где какие дороги там из Польши до Болгарии. Там обходить, опасности какие. И все люди пишут, я вчера долго занимался. И вдруг гречанка наша дает совет. Я говорю, ты подробнее узнай. Маленько, погоди, еще один. С другого места Греции. А друг с другом не связаны. Еще один. Все, трое, три свидетельства. Не надо никуда ездить. Открыта новая дорога через Турцию. Там такой порядок. Дороги хорошие. Ну и виза не нужна. Там проверят, запишут и все. Вот как вот ударали в Белоруссию. Вот здесь вот заезжаешь в Казахстан. Лишь бы паспорт был. Этот Ирак входит в таможенный союз. Не слышали? То есть Ирак подписывает с нами, с Россией. Ирак? Ой, Иран. Иран. Да почему нет? Американцы в шоке вообще. То есть это получается, что мы Иран берем под свою опеку. Торговые вот это все у нас. Оружие будут поставлять туда. То есть какое угодно. До сих пор поставляли там какой-то продуктовый. Какие-то были договора. А теперь будет и оружие. И тяжелое оружие. И любое. Миротворство. Оружие будут снабжать. Это оружие какое дают. Какую оно роль играет. Американцы на расстоянии там 300-700 километров. Долбанут ракетой и все. Навели и ударили. А оружие это только в пределах видимости. Которое дают. Такого они дать-то не могут. Это стратегическое назначение. Земля-земля. Они не дадут. Земля-воздух еще могут дать. Это так только. Для своих, которые там мятежники поднимаются. Они снимают видео. Сейчас есть канал. Такой называется. Анна. Вот. И оттуда из Ирана прям на танках устанавливают видеокамеры. И как бои летутся. Вот у кого-то я тоже слышал. Давно-давно уже слышал. Что люди будут войну смотреть. Вот эту мировую. В прямом эфире будут наблюдать. И пророков. И Илью и Еноха будут в прямом эфире смотреть. И как казнить их будут в прямом эфире будут смотреть. И как возноситься будут они. Будут видеть. То есть весь мир этот будет наблюдать. Те, которые сегодня легко отступают. Они примут сразу его. И объяснят им как надо. Ничего особенного нет. Главное в душе верь. Причищайся чаще. Чаще исповедуйся. Да. Причем он уже говорит. Будет речь какие-то такие сладкие. Что от них невозможно будет отказаться. Вас эти, которые осаждают. Которые говорят. Икону то не рисуйте. Так они еще успевают что-то сделать или нет? А что делать? Пустое все. Пустые разговоры. А этот воскреш это не появился? Да нету его что-то. Сколько я ему говорил старался. Он исчез. Его нигде нет. Может он трудится над душой своей? Он трудится. Он считает. Он же мне сказал. Что я буду сейчас. Посвящу время. Изучение писаний. По отцам. Буду смотреть. Я могу вам даже показать. Сегодня который был мужчина. Его послушать. Оно у меня вот здесь вот. Называется вот. Папка. Вот я на пол. Выделил. Запоздалое раскаяние. Так немощно. Ну вот смотри. Посмотри. Главное то он говорил что. А я потом говорил. Это уже не так и важно. Я сегодня посмотрел кино здесь. Змеиная яма называется. Змеиная яма. Как одна женщина. Она в доме умалишенных была. И увидела люди копошатся как змеи в горшке. Там где-то. В яме. И отчего это так анализирует хорошо. Так. Если посмотрите. У него этот сынишка Коля то. Ну что то с ним они не лают. Он куда то забрел там. Какую то секту. А теперь то он пожелал. Этот нашел меня через Кураева. Что я Кураева там заступился. Там меня говорит это сильно тронуло. Я тогда давай на ваш форум. И везде искать что у вас еще есть. Люди как раз. Из-за Кураева то. Из-за чего пришли. Потому что они его любят. А заступаться никого нет. А я то сказал даже не заступался. А просто дал понять что вы не правы. А он теперь. Сын что то у него непонятно. Так до конца не сказал. Отбился там. И пил наверное. Так похоже. Вот. И он сыну говорит. Я нашел того кто тебе может помочь. На меня называют. Я говорю. А чего так решили. Ну вот так. Ну я ему программу то нарисовал. Что делать то. Молиться как. И он на молитву становится. Он сделался. Говорит как робот какой. Отец то теперь уже другое боится. Что он молится много. Молится много. Пацан который где попал ошарился. А ему 19 лет да. Ну это все. Он тут говорит много. Вот я который выстоял. Можете посмотреть. Может быть голос оживится все же. Нет. Но я там мало говорю. И он говорит. У нас кот говорит есть. Он говорит на кота. Чтоб кот ко мне в комнату не заходил. Я молюсь говорит. А он тут шарится. Я говорит. Пришлось. Уговаривал. Коля. Коля. Бесполезное дело. Пришлось соседке на месяц отдать кота. Я говорю. Пусть он вернет и примирится. Потому что следующий шаг. Он тебе запретит отец заходить. В комнату. Тут. Оно выборочное не бывает. А он то не поверит. Говорит что так. Я говорю. Ну давай выстоим. То он вначале нет. А потом согласился. А кого согласился. Когда он не получился ролик. Он не поверит сын то. А сын говорит. Полностью мне доверяет. Ну вот тут такими людьми крутят. Кто доверяет то. А я наоборот его. Посылаю его сразу к батюшке. В храм. Сходи. Посмотри. Спроси. Поговори. К батюшкам отсылаю. Всех до одного. К тем самым батюшкам. Которые меня долбят. Да тихо. Сейчас вот. К поездке готовитесь. Может. На сон бы себе уделили бы. Времени. Не понял. Даже что сказали. Ну. Спать побольше. Хотя бы до часов. Да ладно. А чё ж так себя изматывай. А я не изматываю. Просто не напряженный. Простой разговор. А если противник сейчас будет сильный. Я в полный рост поднимусь. Глаза-то спят. Я слежу. Всё. Смотрю. 23 минуты уже мы. Ну. Какие вопросы новые были. Нет? Да. Я даже не знаю. Я тоже у меня такое. Я не разбираюсь. Иной раз. Когда вечер. Когда день. Значит. Слава Богу. Если Господь благословит. Ну. С завтрашнего дня. Начнём уже ждать. Когда наш груз тронется с Барнаула. Загрузить надо. Предупредили всех людей. Счера хотя бы 8 пришло. Вот так. Ну. Там всё подготовили. Всё. Всё подготовили. Всё. Отправляем. Теперь только надо получить паспорта. Которые отдали в английское. Консульство. В Москву отослали. Если они вовремя не отдадут. Вот это будет нам шорох. Об этом надо молиться. Уже я не заботюсь. Откроет не откроет. Главное паспорта вернуть. Ну. Есть же. У них же сайты есть. Нельзя там прослеживать. На какой стадии находится. В данный момент. Ещё нет. А как она. Она их собрала. Все там в коробку. При нас было отправили. Кто там следит за этим. Нет. Ещё не проследишь. Сейчас же вроде такая вот. Логика идёт. Что всё открыто. Всё должно просматриваться. Всё видно. Я слышал. Но ещё не получается. Я просто слова знаю, что есть такие. Как уж Бог даст. Отпускай меня, если ещё нету. Ну давайте. Давайте. Так. Готовь. Там всё таким. На линии. Всё так. С Богом. С Богом. С Богом. Продолжение следует...